Всем привет, друзья! Вчера в Харькове власти стали устанавливать специальные бетонные укрытия возле остановок общественного транспорта, где граждане могут безопасно ждать автобусы или троллейбусы. Вот такие ставят бетонные конструкции с толстыми стенами. Конечно, прямое попадание ракеты «Калибр» они не выдержат, но от осколков, от мин, от градов спасти вполне могут. Вы знаете, что российская армия хаотично, постоянно обстреливает Харьков. Это происходит каждый день. Каждый день погибают люди. И все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы хоть как-то снизить вероятность поражения людей, это установка в том числе каких-то таких конструкций, каких-то таких укрытий. Конечно, они не дают никакой стопроцентной гарантии, но, по крайней мере, кому-то это может помочь. Вот эти укрытия, они имеют сидячие места, в них может разместиться до 50 человек за один раз. Внутри есть специальное табло, которое показывает расписание транспорта и видеокамеры, мониторы, которые показывают, что автобус подъехал к остановке, то есть когда можно из этого убежища людям выходить. И вот я посмотрел на эти фотографии, посмотрел этот сюжет, и у меня сразу же в голове возник вопрос. А как вы думаете, давайте вместе зададимся этим вопросом, вот в Донецке, в Горловке, в Луганске, ну вот на том самом неподконтрольном Украине-Донбассе, который по утверждению российской пропаганды Украина 8 лет обстреливает, как вы думаете, сколько там за 8 лет было построено вот таких вот подобных укрытий для мирных жителей? Ну, смотрите, российские власти же, они говорят, Украина 8 лет обстреливает Донецка, яй-яй, страшное дело. Сколько за 8 лет они построили укрытий для мирных жителей? А знаете какой ответ? А ноль. Нисколько. Ни в Донецке, ни в Горловке, ни в каком другом городе, куда гипотетически может прилететь, ну или который страшно обстреливали 8 лет, как нас убеждают, они ничего подобного не построили. То есть, то ли Донбасс не обстреливали на самом деле 8 лет, то ли российским властям просто плевать на жителей Донбасса, на то, что с ними произойдет, поэтому они не удосужились поставить даже такое. Ведь вы видите сами, что ну что это, это просто железобетонная конструкция. То есть, она недорого стоит, ее просто изготовить. Ее могли бы изготовить даже своими силами вот эти всевозможные чепушилины, которых Россия поставила на Донбассе своими наместниками. Но они этого не сделали. Вот Украина это делает для своих граждан сейчас, а Россия не сделала этого для жителей Донбасса, о которых она якобы так заботится, которых она якобы так защищает. И вот этот простой факт, а это факт, я же сейчас говорю очевидный факт, он на самом деле исчерпывающе нам показывает разницу между Украиной и русским миром. Вот они кричали, Украина 8 лет обстреливает Донецк, ну а в последние месяцы действительно начались серьезные обстрелы, потому что началась война. И они постоянно бьют, и сами бьют по Донецку, и бьют из жилых районов Донецка, то же самое там постоянно по украинским позициям, вызывая какую-то ответку. То есть они спровоцировали вот эту жесткую эскалацию, но никто из них не думает ставить какие-то укрытия для мирного населения. А зачем? Зачем? Вот Украина ставит, фашистская, плохая Украина для жителей Харькова. Ну помните, Россия рассказывала, что русскоязычных жителей Харькова в Украине страшно притесняют. Так вот Украина для жителей Харькова ставит такие укрытия, а Россия для жителей Донбасса не ставит. И уже только один этот факт, он на самом деле нам показывает, почему ни один нормальный человек никогда не может уважать или любить русский мир. Потому что вот в этом вся суть русского мира. Вот она, простой факт. Я ничего не придумываю, и я показываю вам все, как есть на самом деле. Вот поделитесь этим видео. Я бы очень хотел, чтобы его посмотрели в Донецке, в Луганске, особенно в первую очередь. Пусть вот там люди посмотрят и сделают выводы сами. Подписывайтесь на канал.